Железная дорога не место для игры. В какой форме эту информацию доносят до малышей и подростков работники транспортной полиции? У нас множество роликов. Для маленьких у нас мультфильмы. Мультфильмы о правилах поведения железной дороги. Там герои. Заюшка, Белочка, почтальон, бабушка с внуком, дедушка с внуком. То есть доходчиво, интересно, показано. Детям нравится, дети запоминают. Почему так важно рассказывать детям о правилах поведения на транспорте? Погибла девочка-студентка. Погибла хорошая девочка, перспективная. И из-за чего? Из-за незнания элементарных правил поведения на объектах железнодорожного трата. Опять наушники, опять капюшон. Девочка-студентка погибла. Благодаря чему участие в конкурсе видеороликов помогло детям с ограниченными возможностями по здоровью легко освоить правила поведения на железной дороге. Такие мероприятия полезны тем, что они повышают успешность детей. То есть ребята приходят к нам сначала из массовых групп. И по сравнению со своими сверстниками, у которых нет отставания в развитии, они привыкли быть неуспешными. Здесь же чувствуют они себя своими среди своих. А участвуя в таких конкурсах, проявляя себя с лучшей стороны, дети получают опыт позитивных публичных выступлений. О работе с детьми по профилактике несчастных случаев на железной дороге рассказывают начальник отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, подполковник полиции Алла Нечесова и педагог-дефектолог детского сада номер 384 Наталья Егорова. Смотрите программу «Город С» 7 июня 18.15 на телеканале Самара ГИС.